Я выписала пару рецептиков, между прочим. Хорошие? Надо проверить. Мне сегодня дали хороший рецепт, проверенный для очистки лимфа. О! Вот. Уже прямо в эфире. Уже надо пока еще никто не присоединиться. Не надо. Мы и сами поговорим великолепно. Конечно. Друзья, здравствуйте. Всем привет. Всем привет. В эфире с вами Битва 9.1.1 и Алла Симанович и Танечка Рейнерс. И мы очень рады вас видеть и приветствовать на своем канале. Так, Танечка, вопрос злободненный, как никогда. Неважно, чем человек болел, даже если венерические заболевания или еще какие-то. Чем мы можем восстановить организмы после того как? Итак, исключая житель неземных цивилизаций, это значит, что чудо. Вирусы считаются, что они инопланетные природы. Ну, на самом деле, есть подтверждение о том, что вирусы попали на Землю. Да, что непонятно. Назад с метеоритами в процессе того, как, знаешь, метеорит упал, раскололся, оно как бы и есть. Вирусы усилили. Да, и есть подтверждение о том, что жизнь вне Земли, она, конечно, в форме вируса существует. Но мы сегодня не об этом. Мы о тех вирусах, которыми Земля полнится, но которые поражают нас. Всем известно, что все болезни либо от нервов, либо от любви. Те, которые от любви успешно лечатся нашей медициной, а те, которые у нас от нервов, лечатся нашими невробами. Первый – это провалиленку? Да, провалиленку. У нас с нами будет очень много интересных рецептов сегодня, лайфхаков. И мы сегодня поговорим о том, как же восстановить себя после вирусной инфекции, после ОРВИ. И самое частое осложнение ОРВИ – это присоединение вторичных к бактериальной инфекции. Вот. Это как закон просто. Да, они есть разные. И у них разный характер, и разное протекание, и разная симптоматика, которая вроде бы и схожа, но требует некой дифференциации. Мы сейчас не будем вдаваться в эти подробности процесса дифференциации, мы это оставим тем... Можно не сильно, не сильно, чтобы людям было интересно. То есть нужно разделять. Смотрите, если вирусное заболевание, то мы используем противовирусное средство. Если бактериальное, то это антибиотика террориста. Какие же ты знаешь противовирусные классные? А я скажу. Они, между прочим, стали очень классный лайфхак по противовирусным средствам. Корамурагиновое дерево. Природные антибиотики. Подожди, еще раз. Корамурагиновое дерево. Природные антибиотики. После вашей инфекции. Индейцы, индейцы. Я не знаю, где такое дерево растет. Ты что, там, в Южно-Мелии. Спасибо, дорогая. А еще не продается добавка. Корамурагиновое дерево. А где вы знаете, что они взяли это дерево, там ее не взяли? Ну, никто вам гарантию даст, не может. Задать не может. У нас есть проверенные. Ну, конечно, давай еще какое-то. Давайте мы зайдем монашкам. Ну, скажем, алоэ. что продается в аптеке из такого прям вот ты бы себе пила бы что я пила начнем с того симптоматики какая самая частая симптоматика течет линей мы называем его нужно подсушить мы пользуемся сужающими каплями это приводит к тому что нарушается и не все можно потому что смотри у человека смотрим такое состояние у него постоянно повышенное кровяное давление можно ли сужать сосуды если локально понимаешь в сумме очень как бы инструкции очень дышите нос и не допускать вторичные присоединения не усердствовать потому что все таки серебро это тяжелый план накапливается в организме более 10 дней это не когда вот хорошо например вот сейчас какой наш причем раньше перебрел гриппом и потом где-то 2 3 4 месяца не болит зато 23 раза хорошо а вот сейчас такая тенденция ты заболел один раз прошло немножко времени и присоединяется потому что иммунитет упал иммунитетом сразу знаешь не например мекоплазма не будет например вот если вдруг так вот что бы ты посоветовал вот я выписала во первых посомнить семейному врачу и не заниматься самолечением потому что ну как бы если вдруг что-то ребята не то если вы забылили второй раз знаете что такое возможности у вас и тогда уже подключается антибиотики определенного ряда но так как у нас организм целостная структура мы будем себя отравить и целиком и везде я запрошила вот самая лучшая профилактика это дезинфекция организма так сказать изнутри и главное перестать проявляю старые поражая какие дозы коньяка они очень хорошие все болезни и от нервных тоже снимаю стресс занята кончатки не благородный как это более благородный напиток проверенный медикам но токмара не пользуется укаянно танечка хорошо например человек сомневается делает ли ему мы не уже не уговорим за вакцины не делаем так и делаем что является действующим веществом знаешь вакцине что ну слушай и живые вакцины и он параллельно камни да рнк вакцины я не знаю как они будут работать честно говоря я себя не стала бы экспериментировать да бог его знает знаешь если выбирать между болеть или не болеть то вот в чем вопрос такой вопрос наш извечный он же мутирует вот этот самый когда он же мутирует ты понимаешь если бы он не мутирует вопрос а не раз укололся и все конечно сказать а тут написано 16000 или сколько у него модификации ты же замучаешься маленькая тележка если посмотреть серовар как он будет изменяться то есть один и тот же вирус он может накладить кучу сероваров между ними будет очень большая разница и каждый будет реализовывать пульс инфекцирования своим путем поэтому я больше за половые инфекции конечно я за то чтобы ничего не делать печать малины лежать быть самым больным человеком на свете мяча и малина выступаем против форма внутри ну крайних случаях она не в крайне в крайне честно праве таблетки не надо а вот как вы косметологи можете помочь вот человек переболел неважно чем у меня есть разные варианты то есть и вот к вам приходит человек на какую-то косметологическую процедуру и говорит что вот что-то плохо себя чувствую нету сил что мы можем им предложить именно в этот момент если мы делаем проводим косметическая процедура когда есть не здоровье не идут на пользу как бы мы сделали все но эффекта и а дальше от этой процедуры очень мало подожди не согласна есть кого есть есть понятие волновая теория есть и аппарат который генерирует но мы не знаем какие должны волны но в принципе может стать легче мы же соответствуем мы про косметологическую промену вас металлогическую говорю в микротоке допустим делаешь лимфодренаж и организма все-таки чуть легче до свой правый детокс это можно кстати вот мы 2 так берем никогда человек заболевает а вот допустим неважно чем он переболел да у меня есть рецепты натуральные вот ромашечки туда-сюда я у меня кстати вот интересную историю я вспомнила интересную реальную из жизни и вот рецепт и вот рецепт ребята значит называется это ну вот честно попробовала на себе она проверить проверить насколько ну хранического осталось это понятно это ощущение как бы внутри когда ты встал и ты не спал подошли в зеркало показали язык если у вас с налетом он может разного цвета белого зеленого серого и так далее он может быть не только налетно присоединяться такие своеобразные характерные вмятины на бляшечке до автоматит и всякое такое ночью краш посмотрели что-то нам не понравилось вот что мы делаем ну просто вот честно ради эксперимента возьмите значит называется очищающий настой я вообще не травмиться ни одного раза но я потом мы расскажем интересная история как этот рецепт ко мне попал значит ребята берем покупаем аптечную ромашку тысячелистник зверобой мято я беру такую резиночку 4 коробочки тын тын связала на подставочку на какую-то типа подносика и 7 укропа мы берем чайничек не чайничек а чаши продают очень классные вот эти тормоза на литр столовая ложка чайная ложка без верха каждой травки тын 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 четыре полоски безверха и половина 7 укропа залили грунтым кипятком закрыли нашим не кипятить а потом себе там томится через 15-20 открыли выпила стакан или полтора стука теле за два в идеале два вот этого горячего травяна он общение противны вообще и и это можно ну конечно вот потом вечера ребята вечером что мы можем если мы закроем он уже скиснуть в холодильник не особо вот если ты поставишь даже вот так вот нужно процедить и оставить но вечером нагрели и патроволоски добавили кипот и выпили на ночь вот чест обещаю через неделя полторы то не абсолютно чистое дыхание лучше вот так но если нет гнилых зубов имеется это вот один так и называют очищающий настой второе ребята прочитала читала в общем правда эти все вот эти херни извините значит что еще у данной дозы полыни на полыни на что же как бы она такая гладкая вода и подожди там смотри нет на дашу были как услышали баллы это прямо утра плюс пижма плюс льняное семя плюс тыквенные семечки не очищенные плюс гвоздика по равным долям перемешать перемену на кофемолке перемену перекрутить или и принимать за 30 минут перед еду я понимаю что принимать стаканчики расколотил уж получается как порошок посудой возбуждает аппетит очень хорошо да и и значит так как мы поставим такие условия выживания то в общем то нужно все бесплатно да 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 вот это один рецепт вернее это 2 я вам продиктовала так так значит так блин ребята пока найдут танечка пока ты расскажи пока нету 3 вот а я вам расскажу мне дали сегодня очень хороший проверенный рецепт и я специально его хочу вам озвучить сейчас я вам его найду вот сейчас расскажу это уже тот который проверен и я действительно увидела что есть шикарный результат у вас они я видела пациентку да и сейчас да очень хорошими на то так вот пишет метали здравствуйте обещала скинуть чистку которые я делаю с алоэ действия все направлено очищение сосудистой системы схем делаем отвар трав доза вообще рассчитана на одного человека и так 200 граммов шиповника дробленого плюс аптечная пачка сосновых почек пачка тысячелистника пачка календулы и пачка полыни я так понимаю что пачка это знаете вот это если к травы и я так думаю что просто нужно взять лик травы и высыпать всю эту пачку и перемешать я вообще как мешает я высыпаю всю большую миску мне это шаль низко я когда делаю купаж из трав я сама много трав собирается наши любви чьи и делать приментировать и я все на детском перемешаю 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 и все хорошо так вот это еще не все пачка календулы до пачка полыни залить все тремя литрами кипятка настоять два часа на водяной бане я так думаю можно просто и она будет настаиваться да затем хорошо укутать на сутки настой процедить смежать со 100 миллилитрами бифунгина это бифунгин это гриб чага кстати гриб чага шикарно фунгицид он травит все включая еще очень хорошо повышает иммунитет и в китайской народной медицине и им лечат очень много патологических состояния и тоже даже он даже не знаю да 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 и в лукалово не может собрались китайцы вот надо пройти с тобой и в лукалово не взять в аптеке 100 миллилитров сока алоэ а вот его нужно приготовить с этим нужно заморочиться взять купить растения на рынке да перемолоть в блендере взять 500 граммов меда хорошего и 250 миллилитров коньяка настоять все в темном холодном месте можно внизу холодильника и принимать по 50 миллилитров за 30 минут до еды три раза в день можно не чтобы изменить чуть-чуть больше коньяка чуть-чуть меньше не выдать чуть чуть больше тропатическую дозу необходимо повышать экстракция хорошо этанола этих всех веществ во время приема настоек у вас могут появиться все возможные пятна на коже злода высыпания и фрункулы это выброс под кожу в рифатическую систему я вам обогибших вирусных стафилококковых и стафилококковых инфекций согласно да не согласно согласно танечка спасибо вам огромное за ваш рецепт дальше ты не кожа обновляется каждых 14 дней я бы сказала все-таки 21 классический но лишь когда мы про гологен и все проходит само это все симптомы детоксикации не вредные побочные эффекты аппаратические признаки восстановления здоровья да и вот я скажу я еще макробиотическое питание тоже пишет макробиом вы должны поддержать что такое макробиотическое питание это питание направленное на поддержание здоровья бактерий дружественных в нашем кишечнике они это 70 процентов нашего иммунитета сначала их нужно заселить заселить их необходимо правильно если было пусть скажем нашим сейчас от после игры прописывают сначала у нас был вирус не затем присоединилась вторичная инфекция антикоперриотики может даже меня это куча всего ночи даже можешь у меня я уверена в том что организм пострадал и действительно микробиота пострадала и кишечник не совсем здоров поэтому нужно наладить питание это убрать жирное слишком жареное ну ладно ну давай не будем на земных вещах всякие красоты это святое ну вот что ты рассказываешь это не реально что у нас чистых веганов это 0 0 0 даже наверно больше 1 процент ну ты что не наше реальная жизнь кстати кефир с пробиотиками но на ночь нельзя кефир кефир почему после 16 00 у нас был прямой эфир с тренера я сидела классный кефир лавки ребята здрасьте чем надо нет назовешь я наху тарая с пробиотиками два вида там есть в эко лавке у нас пройдутся два вида 1 честно не помню если будет кому-то интересно напишу не важно и что рассказываю не делать не в кефире я вспомнила третий рецепт значит ребята ну как не то что проверено однозначно что что-то в организме происходит я во первых полносил у меня прям хороший цвет кожи стал последний но я вижу да мне нравятся удано что делала у меня вовлялась баночка настойка не эккалипта а хлорофилипта у меня есть настойка спиртовая меня перец красный стручковый горький и я прочитала умных людей что оказывается от всяких разных лесных инвазий от всех видов великолепно перекись водорода значит я утречком стою натощак беру и на что же стаканчик водички фильтрованной туда пол стаканчика туда ну так как перец и все вот это гадкое страшно я беру буквально две капельки того две капельки того и две капельки перекиси она практически вообще ничем не отдает девочки вот реально ощущение такого знаешь хорошего такого вот как будто я прям спортом позанималась прямо вот такой вот я не знаю какие реакции происходит в организме я не знаю может она действительно так подбирает интоксикацию вот это перекись водорода кстати что он беретесь лично я знаю нескольких людей которые принимают перекись водорода натощак утром и вообще три копейки ну попробуйте вот очищающий настой это ну тоже мускулы сколько но это ну аки 50 гривен на все это на весь курс он будет может больше а кто не хочет заморачиваться травами кто может вот пивики ну что там заморачиваются готовы чем скажем так есть какой-то способ который мы можем быстренько прокапаться может какие-нибудь капельки то есть если мы не хотим ничего делать дома мы ленивые мы идем к нашему любимому косметологу приглашаем пробуем наши косметологи которые нас смотрят тоже может могут придаваться какие услуги ниже к апельнице молодости здоровья и красоты на резерве например но самое главное и самое популярное это капельница с плацентой человека лагины это по моему хит всех времен и народов которая помогла и мне и моей маме и мое ближайшее окружение все испробовали суть капельница заключается в том что вы последовательно добавляете в организм какое-то вещество первое это детокс нужен либо ямберин это россия очень кстати классный препарат либо ясно-мориальному наш это я бери извиняюсь перебью ремберин это брушки новая кислота по-украински это лентарная кислота по-русски по научному терцина это шикарный антиоксидант в 500 раз мощнее нежели вот и дальше и поправка я сорбила нельзя капать у всем у кого повышенный индекс массы тела всем у кого есть инсулинорезистентность она есть у всех у кого есть метаболический синдром если есть большой лишний вес или небольшой лишний вес убедитесь в том что сначала у вас нет скрытого сахарного диабета и метаболического синдрома перед тем как потому что может выучить дебют болезни в общем зама значит ребят выгодно покупать 500 грамма 4 4 4 литра баночка значит половинка капли половинку ставлю холодильник дальше от капли вот это потом нам нужно три по 100 натриохлорида следующем этапе у нас есть разные варианты если если я предполагаю заговор общей мировой что у нас чем сверху посыпал это самолетики летают офис его знаешь давно не очень нравится не менее не нравится но на самом деле очень если такое происходит и мы предполагаем что что-то может быть не то если вдруг это соли тяжелых металлов но есть дикую рыбу то есть дикую рыбу или загрязнение мирового океана у вас гарантированно что-то обязательно например например да не видно самолетом и рыба когда мы паре и аргентина все были вы потом лишь что уберете дети цели есть дешевейший препарат те сульфат натрия за киам берешь 1 2 флота 1 2 100 миллилитров натрия хлорида ты просто поменял воздушечка прокопала следующее небольшая реморочка если у вас есть повышенные артериальное давление сначала нужно померить но это вообще всегда перед каждой капель уже мы вливаем всегда есть на это неческая болезнь это прямое противопоказание то есть в этот шаг проходим и переходим к следующему либо мы что-то пьем для нормализации давления ну короче дальше следующем после на после эти сульфата натрия у нас еще есть великолепный антиоксидант глутатион итальянская компания ну они дни разные производители у меня итальянский шикарно жаловат 600 тоже там порошочек такой лифилизат разбавляется водой для инъекции тоже 100 миллилитров от капали дальше потом проблемы с печенью вот это забыла как она называется глутер гичи такая классно и дародами ночью на стабиле на рожь и так пробисток не усваивается уже не усваивается кишечнике только как ну в общем да вот это вот и проблема печени потом можно внутри мышечного колоть одну-две ампулы этого лайнер 3 струйно можно просто обычный укол все я люблю старшоты вот это вот это вот капельница она какой-то из чего-то нет у нас берете билет набила ты там допустим тоже лайнер в принципе всегда его можно купить даже у нас а дальше следующим шагом если нет у вас например рабочая неделя у вас есть время либо в пятницу вечером прокопаться вот пришли косметолог у вас есть пятница суббота либо воскресенье там служились прокопались и дальше целую неделю как бы вы не можете посещать косметолога можно с собой взять две ампулы одну ампулу лайнер и если есть такая возможность поставить себе инъекцию попросить это очень легко тем более я например своим водой вот эти маленькие иголочки и вообще никаких проблем я всех учу ставить себе инъекции сами ребята все эти последних событий если даже не считать мировой задом которые то нужно все научиться делать уколы и ставить по возможности семье должен быть один кто-то потому что когда их какая-то как они называют эпидемия неважно что то тебе никто не приедет а то на ней же они транспорта или вы заплатите за нее капельницу значит мы считали вот это все вот это все вместе это не дешевое удовольствие то получается примерно где-то 600 гривен то что я вот это вот а если вызывать врача с таким же динтельменским набором в частной клинике какого-то мишка меньше чем за три никто не приедет там ладно конечно вызов бригады частная профессия однако вот я тебе скажу что сейчас даже чего лечащему врачу к с которым у тебя заключен договор попробую еще дозвонить да 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 поэтому ребята давайте осваиваем профилактику не то что не то что я говорю он не то что нужно идти на курсы медсестры ну а просто это простая манипуляция если ты примерно понимаешь то научиться попадать вверх теоретически можно научить все медсестры начинают в принципе с того же ну то есть это не высшая математика но самое главное что можно базово научиться поставить инъекцию и просто сделай на курсах может сделать наложить это наложить что уме дожжут нужно необходимо конечно нужно проходить кому-то из членов семьи даже если вы пошли в поход просто такой случай на лыжу а вы не вспомните при советском союзе у нас было мвп да и мы все проходили я противогазы одевали и то о чем это говорили противогазы я очень было эротично сейчас на потом у нас была медицина и нас учили девочек надевать что-то другое короче да так вот на самом деле девчонки и мальчишки значит вот есть какие-то вещи элементарные которые могут пригодиться мы не знаем что будет потому что когда-то раньше вы помните его и убежище все это было не то что я вас пугаю но надо элементарное уметь просто делать оказать первую помощь должен уметь каждый просто человек скажи сознательно или несознательно у нас почти все мы просто забыли иногда мы все классно но мы забываем мы что встречаем и думаем что мы отучились в институте или еще где-то и мы умные нужно включать разум он у нас забит неправильным обучением воспитанием образованием истории и всем остальным но они не выдаваться нам запретили эти темы так сказать и так профилактика это лучший способ и тот лекарь хороший который не допустил болезни жилье тот который вылечил это сказали что древние китайские мы начинаем с профилактики какая профилактика некоторые закаливаются у вас есть веселый дух и есть действительно эти крепкие яйца для того чтобы залезть утром с просонья в ванну и вылить на себя баночку в холодной воды то окей у меня этого нет начинать нужно душиком через месяц будет уже а иммунитет активировался а мы-то уже встряхнулись поэтому залезли в душик приняли душ а потом в конце просто ножки и ручки полили холодной водичкой вот с этого начинается закаливание а вот интересно что делать если воду отключат воду вообще отключат воду если канализация какие-то проблемы будут например надо все варианты танечка предусмотреть все на другим все сказали что у меня там уже гуратино похоронить всем нужно иметь кусочек клаптик земли где вы можете выращивать укроп морковку и еще нибудь еще слушай так это еще сказали в америке значит после билла кинкона а мишеля бам она кстати огороды саживала да это же она знала она не что-то знала ты знаешь он все таки вот не зря был первый чернокожий президент вот что-то они знали того чем мы не знаем они еще когда пропагандировать там есть и далась или всякое такое кто слышал на их план у нас свои два плана с всяким разным там если что есть там с холощи какие-то кукурузки запустить пшелички будет будет итак друзья лучшая профилактика это заманим дальше следующее закаливание момент это правда ежедневные проблоки на свежем воздухе нелегких свежего воздуха у нас конечно городе не не очень много и очень сложно найти но один раз в неделю можно с своими добычатцами выйти вот кстати знаешь что мне понравилось довольно по тропе здоровья партизанское сладо есть тропа здоровья и там если походить то реально так хорошо с палками если походить то это час если бегать то конечно быстрее мне очень понравилось там ходить птицы поют лес и вроде бы и до трассы ты доехал машины с трассы попросил машину взял палки и пошел и идешь через через здесь есть лес и обратно возвращаешься они штурнички турничком я не нашла но один знакомый сказал что они там есть в общем следующий раз я поищу мне меня с собой ты пойдешь конечно хорошо у меня полки нет плохо надо почитать так правильно же нам скрывают эту информацию наш генетический код за него было получено в веру близких примешься трошки письмо вот мы так думали что мы знали про днк и про генетический код все на самом деле не все говорят что наши гены между собой я верю потому что у нас и способы коммуникации и как бы что вот эти бактерии и вирус и так далее что их можно перепрограммировать и инактивировать за иными словами я знаю что есть на дискурсе медицины есть бактерии и есть вирусы которые являются мутагенами для нашего организма даже такие вещества вещества мутагены их очень много перечень их велик и у городских жителей риск гораздо выше нежели у сельских я думаю из этого и поколения молодежи которые вырастают в деревне она намного сильнее она намного лучше даже смотри вот тех деревьев которые пьют все равно у них дети к речи и здоровьем проценте наши детей и боже даша просто вообще не у 1 лунка нет до 2 мяча обливаться холодной водой на мая лависа обливалась и ползать на деревьях которые которых мало но они в принципе есть обычно пользуют на фруктов хотя бы на какие-то новое действие было от и помнишь а ты помнишь раньше горки такие были во всех торговых центрах почему их убрать эти горки это страшно полезные для подростков это вообще лучше не придумаешь вот это кому заглазание это вообще просто что-то упало ты его поднял и да и мне с ним познакомился а сейчас у нас все мытое фрукты мытые все дезинфицировано дезинфицировано все обработано конечно нашему дезинфекции это пути никуда именно поэтому сельские жители они немного крепче нежели городские городские они по-другому крепче они подготовлены пить воду из-под крана это ужас это ужас ну в общем короче из того что я вот тут вам выписывала но это долго и возможно не интересно но это конечно гена каким-то образом чтобы разговаривают что-то не просто белковая структура вот и что при кодировании происходит смена вот этих вот аллерг к да и вот это получается вещественный уровень как белок а есть и получается волновой уровень и с помощью волны можно выращивать органы даже даже можно выращивать органы можно убивать если иметь мертвую вакцину мертвый вирус то можно с помощью его записать эту информацию что он мертвый и таким образом убить вернемся обратно к нашими это не мистическое и так это не дебри это очень очень кто хочет ребята пожалуйста забиваем генная генна волновая теория и смотрим и читаем сейчас поговорим сейчас у нас уже не так много времени осталось и мы поговорим так уже подбирались главный уже добавила сердце пищи кто хотел к нам присоединиться итак мы сейчас поговорим преимущественно о том с какими проблемами обращаются к косметологам пациенты которые перенесли рвы чаще всего после к вида после рвы мы сталкиваемся с тем что есть сухость и выпадение волос сухость кожных покровов везде по всему телу сухость глаз горголицы глаза и это очень неприятная крайне неприятная вещь причем она проходит не за один день и пациент пьет много воды он пьет стакан за стаканом за стаканом но не может насытиться этого недостаточно для того чтобы повысить свой уровень влаги но необходимо тем не менее соблюдать водный режим необходимо соблюдать здоровый режим сна отдыха и работы понятное дело на работу все входить необходимо и это не прибавляет нам сил все равно истощает потому что мы еще свой ресурс не восполнили а он уже исчерпывается из того что мы пытаемся восполнить я вокруг родственного час не работает не будем на работу не хотите на работу на них уже говорить хотите творить просто слова работа по ходу работа не нравится не нравится на это традиция сухость кожных покровов чем она речится никаких стимулирующих процедур в этот период быть не должно в этот период есть только процедуры которые мы можем делать это как сказала аллочка мы можем делать микротоки мы можем напитывать мы можем делать массаж ни в коем случае пилинги или стимулирующая процедура кожи нет ресурсов делаем созидательная процедура помогает кумулировать эффект здоровья которые помогают силой восстановить мы не можем делать клапельницы одновременно подключать мы можем делать питательные маски прогулки на улице подключая озонотерапию можно включать такие процедуры на следующем этапе что еще важно важно научиться запечатывать лаву в коже это крема эмаленты для топического дерматита и для сухой кожи это должно быть и в обиходе даже если у вас раньше не было кожа а теперь появилась то время на вы должны перейти на такой крем который создает пленку и она не дает влаги испаряться с поверхности кожи но можно при этом даже даже до следующего получим для себя если дешевая косметика хороший косметик то что кожа не дышит просто надеть полимерную пленку наш пищевую пленку обмотать да и не дышит кожа тут ты права да а уже следующим этапом когда влага восстановилась восстановился ресурс появились и тогда уже можно что-то опять же не стимулирующие только субстраты если это гиалуроновая кислота она бывает высоко средний низкомолекулярная она стимулирующая высоко молекулярная она больше натягивает влаги поэтому нам нужна плана нам не нужна стимуляция мы можем использовать дозу все поле либо нуклеотиды с гиалуроновой кислоты люди понимали с какого вообще 25 лет у нас идет снижение уровня коллагена гостина и мукополисахаида я так думаю что объективно наверное с 35 лет мне кажется смысла нет раньше потому что у нас еще все хорошо функционирует а уж после 40 конечно ими необходимо пользоваться потому что это хороший ресурс почему бы мы не использовали нам нужно в этом возрасте стараться максимально сохранить то что у нас есть может преумножить ничего не сможем но мы можем бережно это все сохранять и как можно дольше постараться этим и заниматься что еще можно можно субстрат это можно янтарную кислоту она является субстратом это можно какой мы знаем препарат а ты между колокий так что мы делаем но она должна быть не 18 не каждое кожа конечно тоже его перевалит поэтому нужно быть осторожным после большие концентрации они не всегда с хорошей смотреть это все расщепляется энзимами все расщепляется на карель если есть белковый дефицит то организм не может у него нет столько ресурса для того чтобы расщепить крупную молекулу потому что в этом все происходит ферментные ферменты это энзима это белок и так мы сейчас планово подошли к тому что необходимо восстановить белковый ресурс организма как это можно восстановить в обычном жизни до женщины достаточно 50 граммов мяса 50 граммов тофу съела и что-то уже усвоилось а тут у нас замкнутый круг получается потому что кишечник не функционирует он не может мы не продуцируем столько ни витаминов не мака микроэлементов мы сегодня это получаем поэтому организму необходимо помочь мы можем взять ферменты какие-то панзинорм панкреатин кривот и он поели нас вместе с ферментом поели для того чтобы у нас может поджелудочная железа уже не справляться поэтому помогаем организму а там уже усвоился и если мы будем соблюдать такой график питания на протяжении скажем недели 2 3 4 у нас восполнится свой белковый дефицит но не у всех же есть еще пить и значит попробуй застыли себя столько мяса когда нам приходит на помощь белковые протеиновые шейки белковые коктейли которые уже готовы и в которых есть уже энзимы которые могут помогать пищеварению и усваивается но смотрите белковый коктейль у них идет порция одна ложечка и в этой ложечке может быть например 30 граммов а белка то может быть всего лишь 5 граммов а все остальное углеводы все нам это коктейль уже не подходит углеводный поэтому нужно читать что новая написано чтобы из 30 граммов хотя бы там 28 граммов это были чистые в протеине а все остальное у нас уже группа там например носите углевод может если 1 грамм допускать будет для восстановления силы капельницы и что мы с пробиотиками пробиотики или суммы и добавим себе немножко белка мы можем себе добавить на вечер протеиновые шеи это классика тех кто тренируется это классика тех кто пытается располнить себе и долл и убрать анаболические процессы потому что катаболические процессы это те когда у нас что-то производится растет это активное время суток а когда мы спим у нас точнее анаболические процессе днем а катаболические ночью то есть ночью мы не получаем нас организм спит разгружается перезагружается психика и поэтому мозг погружает всю информацию в сторож обрабатывает и в это время у нас он питается чем он питается тем что мы за день него положили правильно мне должно быть в загнанном состоянии уставшие нужно себе делать маленькие перерывы фокус дренажный эффект имеет спирулина есть это причем спирулина мне нравится значит эти большие листы которые должны размочить обернуть себя но не еще раз добре аж это фирма стип очень хорошая вот это классно тоже обязательно леподренажин сделать еще что важно знаете василия бабушкине совета потому что нужно там делать ингаляции выгревать смотрите когда мы делаем ингаляцию и выгреваем у нас например есть повышенная температура делать этого нельзя если мы еще не погасили инфекцию то мы этот пламенеющий маленький фитерок можем разжечь до пожара очень важный момент очень многие у них только тридцать семьи восемь они начинают пить жаропонижающие я считаю что делать не до выявлений то есть после какой температуры мы можем терпеть и 38 и 2 некоторые на этом этапе уже сдаются некоторые терпят и 39 и 8 у каждого свой диапазон знаешь это как давление некоторые ходят просто 60 на 100 он не чувствует давление что не это моя рабочая на самом деле нет на самом деле это патологическое давление это уже речь идет о заболевании если если переболел у него высокотемпературное сбил туда-сюда проходить неделю-другая и у него температура фибрильная что это называется хвост называется субфибрильный хвост тубературный хвост как его называли в советское время он проходит сам по себе вообще не нужно нужно успокаивать иммунитет что в этот период категорически запрещено принимать любые препараты которые стимулируют иммунитет это эхимеция это лакомица это все те вещества которые мы пьем для иммунитета для грибчака тоже лакобильная не нужно то есть организм нужно дать время восстановился самостоятельно это на конечно иммунная система на взводе может успокоиться и нужно успокоиться пить воду отдыхать и принимать успокоительный отвар отравы часть ромашка это можно начать со зверобоем это не лиза да вот это самое лучшее что успокоит организм все я скажу так еще как будто не казалось странно и как бы непривычно энергетические практики у нас раньше когда в древности у нас были хороводы вот во время хороводов никогда даже три человека от 20 и выше это разные рисунки это там на поляне и так дальше в это можно не верить я приезжу процента по здоровью и я не знаю что происходит момент когда человек кружится закручивается вот эта вот энергия не знаю что еще слуха значит суфийские танцы они что уже у них тоже физки практике еще раз многие народности это почему-то практикует что-то снимает дошу личка там у нас нет вопросов может все рассказали все что за планировали на линии только прокомментировали что кефир на читать эти утром согласно я обожаю и я все равно утром не могу потому что у меня гастрит а потом приходим к стола благословить что-то такая отечная шума вот нет у меня все индивидуально и знаете мы так часто судим достаточно поверхностных вещах вы помните яйца были причислены однажды во вред и все не ели яйца потому что я вообще не прийти калестериновые и очень вредно я думаю что то же самое из молочные продукты на ночь это плохо если молочная в принципе не знаю и так если мы живем об отеках отеки бывают на лице бывают на теле на теле это хуже на лице как-то можно еще оттеки было очень узнавая углеводная чего чаще недостаток белка ведет к отече я вспомнила канцлагеря помнишь когда металла италия для для этих белка или воду никуда лучше вспомнишь да вот глухова отечность и эти 2 возникает отечность отечность причем очень сложно убирается не убирается ничем дренажные этапы не работают очень многих веганах многие веганы страдают отечностью именно по этой причине потому что они не могут правильно набрать именно этот набор именно кислот незаменимых которые есть и это не для кого не являются секретом было на семинаре сейчас нравится не вегетарианцы пройти немножко углубимся в сторону косметологии если отеки на лице мы не говорим когда чек просто полный когда у тебя просто глаза и там где-то что-то чуть-чуть лицо вот а так в принципе ты в норме значит интересно я не использовал своей практике при проблеме с верхней портой трапециевидной мышцы про про время пяже с позвоночником с мышечным спазм и так далее оказывается ну как оказывается давно применяется но как бы косметологи этого обычно не делают применять инъекции тулического токсина типа как обычно это большая взиловка это не там 35 единиц это на каждую сторону примерно идет ну как колешь так и колешь не берешь кто-то по трапе кто-то прямо сам девчонки рассказывали у кого есть какая-то проблема даже главный более практического характера то просто там взял и просто вот так вот проходишь себе куда-то два полка уже расставляет она все равно ведет к тому что у нас слишком расслаблено где расслаблено там работает все должны были полный согласен получаешь ты включаешь только верхнюю порцию но просто сейчас вот такой вот например а он не напрасно вот такой кстати так поняла что женщины которые тянут на себе непосильную но вот они становятся на и она все начинали на его динаму точек а вон там деньги с руками у нас есть пару комментариев наши темы вот девушка написала что на лице утром потому что горизонтально спим утром вертикально ходим потекают ноги это физиология и молочная кислота задерживает жидкость кстати а поле молочная кислота задерживает жидкость не было замечено утренние отеки полтора нужно брать подушку бываешь ну ребята ну мы все отеки у маленького 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 процента обычно совсем отечный походил кофейку там попил чайку попил и все уже нормально другое переходят с утра во вторую половину дня а кстати вспомнила вот этого вот настоя что я вам читала вот это вот уже мой на крене зимы в голове какие-то сейчас скажу ромашка тачилизин зверогой мяка туда будет укроп укроп обладает великолепно мочегонным мягким действием ребят даже просто вот это сильного крупа даже если просто его завалишь это классно когда ты насчет этого не давали в советское время не пользуясь с пумизанами не пользовались химикадами была укропная и что касается детей там просто может быть не усваиваться молоко скажем так поэтому тут элементарно элементарно вакцин просто должен пойти сдать на и есть ли у тебя ферменты которые будут расщеплять это плохо там не у всех ферментов изначально нет маленькие дети это изначально ферменты у них у всех проблемы с животиками особенно у мальчиков говорят я не знаю что это зависит ну вот это что касается вот что еще мы можем Танечка сказать такого сильно полезного ну хорошо мы просто пришли на косметологию я сказала что утеки можно брать в том числе массажа мануальная терапия и ботулентоксина версию трапециевидной мышцы капилляра мезотерапия ребята капилляра мезотерапия пройдем это вообще класснейшая штука зато классика короче на самом деле это очень просто мысли сделать невозможно вот от затылка вниз рисуем фломастером кто не знает ли и потом еще параллельно называется паралектабрально еще хотя бы две линии как приятно сделаешь а помнишь как мы делали что-то трактор трактор что-то параллельно рельсы рельсы что-то едет там что-то кто-то запоздал поезд опоздал из последнего окошка посыпался горошек пришли кури поклевали оказывается фарма фармакологии вот у нас понимаешь что классики попрыгать опять же дренаж а я еще пью лепатрофин пью пьешь да капсулы лепатрофина там же тоже все на травках я думаю что там пьешь мы поняли да ну короче вот это вот капиллярами за терапия она делается каким-то гомеопатическим коктейлем венатоники используются они есть миллион 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 видов каждому свой артишок можно конечно болючим там уже немножко ледокаин но если вообще ничего нет он нашел и и алипатрофина там тоже есть артишок кстати в спутниле тоже когда тетя у мужчин тоже надо взять две капсулы выпил прошло там два три часа еще две капсулы выпил чего-чего пришел чего-чего либо трофей да отказывается они испанцы что-то тоже знают пьют да наши там просто ходили и раньше плавали наверное научили пьют окаянное да так вот еще один такой момент да вот что давай мы можем выпадение волос ой выпадение волос очень важный вопрос после того как вы переболели выпадают волосы да выпадают волосы не хватает белка белковый дефицит опять же организм думает о том что я буду хмулировать свои силы на то чтобы сохранять а у вас это как бы внизу поэтому забота о волосах заключается в том что лаеннек лаеннек очень хорошо способствует росту волос и пледжентик и пледжентик замечают просто а на самом деле нужно чередовать есть такое помнишь мы чередовали помнишь у меня какой хороший прирост волос был позапрошлым летом позапрошлым летом позапрошлым летом я не помню вообще даже что было вообще не помню что мы можем предложить вот допустим нас тут и сейчас смотрите тот человек который решил круто изменить свою жизнь лучше понимает что он ну что он просто устал и что просто так же нельзя что мы можем предложить девушкам женщинам бабушкам и левым женщинам что мы можем предложить в качестве бонуса от нас мы можем предложить прийти сюда к нам мы вас научим расскажем делать уколы ставить капельницы что-то еще полезное кому-то проколоть тебе миопатию кому-то волосы мы можем это делать в рамках в рамках благотворительного проекта у нас в нашей школе есть препараты слава богу уже мы дожили до этого момента собственного производства Танечка два слова буквально скажи что у нас есть в арсенале чем мы можем сейчас девчонок проколоть за три копейки на текущий момент хорошие лизопрепараты которые направлены на осветление и на шайн на глобок Котик давай так чтобы люди поняли сейчас как бы вам сказать такие модные слова не надо ну во первых там есть сукцина это есть бурштиновая кислота энтарная кислота которая является антиоксидантом антиоксидантов не бывает много их всегда маловато витамин С очень много полезных субстратов которые накормят кожу и восстановят и есть хороший регионейный препарат бустер который тоже хорошо восстанавливает там есть и субстраты там есть витамины минералы микроэлементы очень много витаминов группы В немножко пекучий поэтому добавили немножечко на ледокаин то есть у нас два на волосы на волосы лучше всего в общем мы вас приглашаем девочки и мальчики наверное тоже вот если у кого-то такое состояние что надо хочется пойти застрелиться утопиться и так далее мы вас реанимируем самое главное это позитивные мысли вот честно вот день должен начинаться даже не надо никого винить никого ругать не важно что происходит в окна сада смотреть не важно что происходит потоп еще что-то если ты в хорошем настроении тебе придет вот та лодка которая тебя лесоломинка которая тебя вытащит на берег да все будет окей все будет классно в общем присоединяйтесь к нашему положительному полю у нас есть все посылали крема-крема хороший совет дружеский да хорошая компания коньяк чача и так далее с вами была школа 919 и мы целуем обнимаем Танечка Рейна и Алла Семенович всем пока до встречи пока Маша нам написала большое спасибо девочке как всегда очень интересно дай бог здоровья и счастья благодаря вам спасибо спасибо ну какая Маша здравствуй Маша я Дубровский здравствуй Маша я Дубровский